здравствуйте дорогие друзья с вами программа этика бизнеса и ее ведущая я галина артеменко а сегодня у нас гостях она в раменко глава департамента по связям с общественностью компании холсим рус здравствуйте анна анна расскажите пожалуйста изначально о вашей компании чем она занимается что производит холсим это цемент это швейцарская компания которая представлено 70 странах общее количество человек 80 тысяч в россии у нас два завода один завод в городе коломна московская область холсим рус строительные материалы второй по волжский регион город вольск саратовской области до тогда а теперь хотелось бы узнать как вы относитесь к корпоративной социальной ответственности что вы понимаете под ксо вы знаете мне кажется что по поводу корпоративной социальной ответственности сейчас не говорит только ленивый как бы многие компании говорят что они социально ответственны многие говорят что они поддерживают это направление и наверное это правильно и мне честно говоря радостно это слышать потому что но еще совсем недавно как бы это было это было не модно если это сейчас если это модно то это хорошо потому что люди начинают этим заниматься наверное корпоративная социальная ответственность если возвращаться к истокам к определениям корпоратива корпоративная социально ответственной компании можно назвать ту компанию которая поддерживает своих сотрудников, поддерживает окружающую, старается минимизировать вред окружающей среде, который наносит ее производство или ее деятельность, ну и, конечно же, поддерживает, как сказать, местное сообщество, да, то есть ту территорию присутствия, на которой она находится. Вот в этом смысле Холсим это швейцарская компания, и поэтому, ну мне даже как-то немножко неловко говорить об этом, потому что то, что мы делаем, как бы это, ну это правило, да, это ничего особенного, как бы мы привыкли к тому, что мы, как бы это нормально. Это нормально для Швейцарии, для России может быть это не совсем? Это нормально для Швейцарии, это нормально для всех стран, в которых присутствует Холсим, это корпоративная культура, и это нормально сейчас, если вы спросите любого сотрудника Холсим в России, то есть для него это тоже как бы, ну так должно быть. Когда приходила компания в Россию, это же была какая-то... Была другая культура, были другие ценности, были другие проблемы, но вот как-то со временем все это трансформировалась, и сейчас мы к этому относимся как к должному. Что касается, ну, наверное, давайте начнем так, если быстро, что касается ответственности перед своими собственными работниками. Ну, не секрет, что любая компания, которая работает на территории Российской Федерации, она обязана, согласно законодательству, соблюдать трудовой кодекс и все вытекающие с этим последствия. Все обязаны? Да. Но... В нашей компании это абсолютно белая зарплата. Мы платим абсолютно все налоги. То есть все, что требуется, компания выполняет, стопроцентно выполняет законодательство. У нас никогда не бывает задержек заработной платы. Ну, по большому счету, это то, что обязаны делать все. Да, конечно, с учетом нашего государства кто-то это не делает, но в принципе все должны это сделать, и каждый год количество компаний, которые это делают, растет, и наше общество... Это радует. Да, это радует. Да, это радует. Но, с другой стороны, это же вот то, что мы обязаны делать. Согласна. А есть что-то, что вы дополнительно даете сотрудникам? Ну, цементное производство считается производством опасным. И это правда. Поэтому, естественно, цементное производство считается производством, ну, скажем так, не совсем, наверное, дружелюбным к окружающей природе. И сейчас я бы хотела вернуться к вопросу рабочих мест. То есть, если мы говорим о сотрудниках, то в этом плане, естественно, как бы забота и ответственность перед сотрудником в том, чтобы предоставить в первую очередь безопасное рабочее место и соответствующее определенным стандартам и требованиям, это тоже обязанность компании. И в этом плане у нас, конечно, просто колоссальный опыт и колоссальные практики, которыми мы гордимся и которыми мы готовы делиться со всеми заинтересованными сторонами. Что касается рабочих мест, это специально оборудованные рабочие места. Еще в 2007 году на завод можно было попасть без так называемого специального защитного оборудования. Сейчас это... Одежда. Сейчас это невозможно. То есть это обязательно каски, это обязательно специальные защитные матинки с укрепленными мусками, это спецодежда, в большинстве случаев это очки, специально хорошего качества, как правило, иностранного производства. Это беруши, если человек работает в особом шумном месте. И это обязательно респиратор, если человек работает на участке, где повышенное пыление. То есть фактически у вас такой завод европейского вида. У нас... Я не очень люблю слово уникальность, потому что оно как-то затасканное и часто использованное. Но вот в этом плане у нас, конечно, компания сейчас в данный момент уникальная, потому что у нас есть два завода. Один завод полностью модернизованный, отремонтированный. И это, как я всегда говорю, это флагман российской цементной промышленности. Он абсолютно соответствует всем западным, европейским и швейцарским стандартам, которые намного превышают по строгости российской Можно приходить на экскурсию. Да. У нас есть программа индустриального туризма на этом заводе. Я вас приглашаю. И всех наших зрителей и слушателей, пожалуйста, добро пожаловать. И у нас есть второй завод, который сейчас вот только-только буквально три месяца назад встал, так сказать, принято решение о его модернизации. Этому заводу 116 лет. Он на Волге. И там, конечно, ну как бы, скажем так, это два завода, принадлежащих одной компании. Но это два разных завода. Это старый завод, завод, работающий пока еще по мокрому способу производства цемента. И это завод, который требует... И наши телезрители тоже не очень понимают мокрый способ. А еще какой есть? Сухой? Сухой. Да. Сухой, более экологически дружелюбный, более экономичный, более современный способ. А вы будете переводить... Ну, то есть это возможно перевести? Второй завод будет переведен на полусухой способ, да. То есть это тоже фактически является некоторой социальной ответственностью по тому, что это будет более экологически безопасно? Это будет экологически дружелюбное предприятие в 2016 году. Это будет чистое предприятие. И, конечно, это будет предприятие с совершенно другими условиями труда. В 2007 году, когда мы только начинали реконструкцию Щуровского завода в Коломне, пестрели объявления местные, коломенские. Сниму семья россиян, сниму квартиру, чистоту оплату гарантирую. Щурова не предлагать. Только потому, по одной простой причине, что стоял в этом микрорайоне, находится наш завод. В 2011 году, после запуска новой технологической линии, скакнула арендная плата и скакнула стоимость квартир. Я считаю, что это показатель. И страдают даже наши сотрудники, которые говорят, что теперь за арендную плату мой хозяин, моя хозяйка просит больше. Мы у всех спрашиваем, как оценивать эффективность ваших социальных проектов. У вас она оценивается арендными платами квартиры рядом с заводом. Можно ли это называть социальным проектом? Наверное, неправильно. Какая-то социальная составляющая, безусловно, в этом есть. Если мы говорим о заботе о сотрудниках, о защите окружающей среды, безусловно, да. Но, конечно же, это модернизация производства. В первую очередь. И, в общем-то, я сторонник того, что основная задача бизнеса все-таки это извлечение прибыли. Давайте честными. Бизнес для того и приходит, для того, чтобы извлекать прибыль. Если он не извлечет прибыль, он не сможет просто на самом деле больше ничего делать. Да, это искусственно созданная какая-то единица, которая очень быстро, наверное, уйдет в небытие. Поэтому, конечно, в этом плане основная цель бизнеса – это прибыль. Но корпоративная социальная ответственность в этом ключе, ну, по крайней мере, нами. Она рассматривается, наверное, нам близка философия старинных российских меценатов, то есть Третьяковы, Бахрушин, Савва Морозов. Они же, да, они очень известны, они вошли в историю тем, что они занимались меценастом, они занимались благотворительностью, они помогали своим сотрудникам. Но, если вдуматься и почитать исторические книги, почитать исторические записи, они создавали больницы для работников. Ну, наверное, давайте будем честными, положим руку на сердце. Они создавали больницы и выписывали учителей для детей своих сотрудников. Но, наверное, не из просто каких-то красивых идей. Просто, когда твой сотрудник здоров, спокоен, у него хорошая, за спиной хорошая, надежная стена, да, наверное, он и работает, он приходит на работу, как на праздник, да, он работает с полной отдачей, и его не заботят какие-то финансовые вопросы, какие-то проблемы, которые остались у него дома. Поэтому в этом смысле, конечно, наша философия, она вот как бы близка к этому. Мы вкладываемся в те территории, где находятся наши заводы. Потому что ко мне поступает очень много обращений с просьбой о благотворительности, с просьбой о спонсорстве, о помощи. И, честно говоря, отказывать очень трудно, потому что, когда читаешь письма, когда там больной ребенок, да, просит какой-то фонд, просит денег на операцию, и я просто, честно говоря, чувствую иногда себя преступницей, когда мы пишем отказ и рекомендуем обратиться там в какие-то фонды, которые мы знаем, которые специализируются на этих вот направлениях. Но мы никогда не отказываем, как мы говорим людям, которые так или иначе связаны либо с заводом, либо с территорией его присутствия. Потому что это наши подшефные школы, это наши подшефные больницы, это наши какие-то учебные заведения. Ну, как наши, они, конечно, государственные, но это те заведения, которые мы вынуждены патронировать, потому что мы находимся именно в этом месте. Кто, если не мы? Да, это ваша политика, и она распространяется на школы, больницы, еще какие заведения? И как вы их выбираете? У нас есть очень, поскольку Холстин представлен в 70 странах, у нас общая политика для всех стран, независимо... То есть она пришла из Швейцарии, и здесь... Да, это швейцарские корни. Мы представлены во всех регионах и в Америке, и в Азии, везде абсолютно. Это 70 стран. И политика корпоративной и социальной ответственности, она как бы стратегия этой политики, она единая для всех стран. Мы не поддерживаем, и нам категорически запрещено финансировать какие-либо политические партии, избирательные процессы и религиозные направления. Ну, с политикой все более-менее ясно. Конечно. А с религией мы говорим о том, что Холстин присутствует во всем мире, и поэтому очень трудно говорить о том, поддерживаемым буддистов, католиков, мусульман или православных. То есть у нас работают сотрудники, которые имеют совершенно разные вероисповедания, и поэтому поддерживать какую-то определенную религию просто не представляется возможным. Поэтому вот есть такое строгое ограничение. Все, что касается социальной направленности, образования, обучения, спорт, культура, инфраструктура территории своего присутствия, добро пожаловать. У вас эти проекты, они расписаны на год, на два, на пять? Как это все происходит? Вы знаете, это очень интересный момент. Я бы сказала, что нет, наверное, такого общего правила, к сожалению. Опять же, это зависит от территории присутствия. Вот, например, в городе Вольск, где стоит завод Вольс-Цемент, которому 116 лет, нам удалось внедрить такую технологию, которую мы называем конкурс проектов. мы объявляем один раз в год, что завод готов поддержать любые интересные проекты вот в таких вот рамках. То есть, вот такие направления медицина, спорт, культура, история, здравоохранение, инфраструктура. Вы должны рассказать, почему вам нужны эти деньги, вы должны написать заявку, формат заявки существует, вы должны написать заявку, вы должны рассказать об этом проекте, вы должны показать, что не менее 20%, 25%, вы вкладываете своих собственных средств, причем это не обязательно должно быть в денежном выражении, это может быть персонал, это может быть ноу-хау, это может быть какие-то новые идеи, все что угодно, но вы вкладываете что-то свое, и вы рассказываете, сколько вы будете во времени этим делом заниматься, и вы должны обязательно отчитаться, не перед Холсим, а перед всем сообществом. То есть в конце года... Вот на этой интересной ноте мы прервемся на рекламу, дорогие друзья, у нас рекламная пауза. Дорогие друзья, здравствуйте еще раз. Мы продолжаем программу «Этика бизнеса», и в студии я ведущая программы Галина Артеменко, а у нас сегодня в гостях Анна Авраменко, глава департамента по связям с общественностью компании Холсим Рус. Анна, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. И мы закончили с вами на конкурсе проектов, которые устраиваются ежегодно, и люди должны присылать свои проекты, рассказывать, что они вкладывают самостоятельно, и должны отчитаться по проектам. С чем связаны эти проекты? То есть они связаны с медициной, или с производством цемента в том числе? Эти проекты... Нет, производство здесь ни при чем, потому что это градообразующее предприятие, мы говорим о том, что некоммерческие организации, даже бюджетные организации города, которые заинтересованы сделать что-то лучшее для города, сделать жизнь горожан лучше, удобнее, чище, красивее, и желание есть, что-то внести, какие-то изменения, они могут прислать заявки в организационный комитет, соответственно, рассказав об этом, и обязательно условия, как я уже сказала, 25% своего участия, и обязательное участие, это просто железное, что этот проект должна быть полная открытая отчетность. То есть руководитель компании рассказывает, сколько было получено средств, на что конкретно, по статейной эти средства были израсходованы. Приглашаются средства массовой информации местной, приглашаются все журналисты, приглашаются власти города, приглашаются все заинтересованные местное сообщество, и делаются презентации, люди действительно отчитываются. В этом году мы проводим пятый юбилейный конкурс, мы проводим его пять лет. Создан попечительский совет, то есть деньги распределяет не Холсим, деньги распределяет не директор завода, не я, не генеральный директор Холсим России. Попечительский совет в составе девяти человек, где есть представители власти, представители города, представители завода, эксперты по корпоративной социальной ответственности, профсоюз обязательно, вольст-цемента. Вот этот попечительский совет собирается по окончании заявок, оценивают сначала эксперты, причем они оценивают листы слепые, они не видят названия компании, они не видят фамилии генерального директора, то есть абсолютно никакого. Ну, может быть, местные эксперты, конечно, могут прочитать, по сути, да, но эксперты читают не только местные, читают эксперты из Коломенского завода, читают эксперты московские, то есть для них это абсолютно, так сказать, слепой документ. Доставляются оценки, и на основании этих оценок попечительский совет уже проводит, так сказать, производит свое решение. Согласны они с оценкой эксперта, или они считают, что, ну, в данном, на данном этапе, в данном конкретном единице времени, вот это направление более важно для города, потому что есть какие-то особенности. Вот в этом году мы объявили, уже раздали гранты буквально месяц назад на пятый юбилейный конкурс. Я хочу сказать, что первый год был очень тяжелый. А что, вот, в качестве примера проекта приведите, пожалуйста, потому что... Ну, вот, например, у нас был, мне очень нравится проект, это был проект первого или второго года, я сейчас не помню, общество инвалидов обратилось с заявкой на то, чтобы поставить швейные машины в их центр. Работали наши консультанты, они объясняли, что мы не будем просто ставить, то есть вы должны сделать такой проект, который сможет жить дальше, сам, вот мы даем помощь, а дальше должно быть что-то, да, должно быть какое-то партнерство. И в этом плане нам очень помогают власти муниципального района города Вольска. Был заключен договор с помощью, так сказать, и властей, соответствующих профильных министров, общества инвалидов, оно заключило договор с городской больницей, еще с какими-то организациями муниципальными, на пошив одежды. То есть, понимаете, мы поставили машины, власти при этом внесли свою лепту в этот проект, они дали им новое помещение, отремонтированное, более удобное, с пандусами, чтобы могли люди приезжать. Это новые рабочие места, это сразу 8 машин, это 8 рабочих мест. То есть, человек не сидит дома, с ограниченной дееспособностью, он не сидит дома, он имеет возможность приехать и сделать что-то, да, и за это что-то получить деньги. Да, конечно, это не, нельзя сказать, что это ахтик какие-то зарплаты, но он получает, он зарабатывает деньги, он востребован, понимаете, это уже очень важно. И самое интересное, что этот проект существует, то есть, мы дали ему старт, мы закупили эти машины, мы закупили оверлоки, власти города, соответственно, предоставили новое помещение, и этот проект работает, потому что они имеют заказы, ну, фактически, он развивается дальше. Федеральные инвестиции продолжают жить, да, это очень значимый проект. Вот как бы он такой вот, может быть, он не дорогостоящий, может быть, он не такой вот колоритный, да, это не какой-то охватывающий, там всю территорию России, но конкретно для этого города с населением 75 тысяч человек это важно. И таких вот проектов, их очень много. Есть проекты, центры детского развития, центры творчества, школы, музыкальные школы, спортивные какие-то учреждения, центральная районная больница, да, с помощью нас они закупают каждый год, практически, они закупают какое-то оборудование. То, которое нет в бюджете, они не могут себе позволить. А это, опять же, понимаете, если это градообразующее предприятие, если что-то случается, не дай бог с нашим сотрудником, или с членом его семьи, ну куда он идет за медицинской помощью? В центральную районную больницу. И, конечно же, это в наших интересах, чтобы ему был правильно поставлен диагноз на современном оборудовании, и как можно более быстро. Да, в общем, городу Вольску везет, что у него есть такое предприятие. Ну, не знаю, как бы предприятие пока недостаточно экологически дружелюбное, скажем так, несмотря на то, что мы выполняем российское законодательство, и все выбросы, которые мы производим, они все находятся в пределах допустимых значений. Но, поскольку завод находил, поставлены фильтры, каждый год они обновляются, но поскольку заводу 116 лет, и он, ну, так скажем, да, вот грубо, он пылит 116 лет, конечно, то количество пыли цементной, которая находится на улицах, даже если завод остановится, город все равно будет пыльный, потому что это все нужно убирать, нужно срезать грунт и завозить новый почвенный покров. Что мы сделали в Коломне? То есть вы уже это сделали? В Коломне? Да. Вот этот тот флагман, куда я вас приглашаю на программу индустриального туризма. Да. В Вольске мы это сделаем в 2016 году. То есть вы снимете, вы фактически землю поменяете? На территории завода и вокруг территории завода. Да. Да. Что-то цементируется, что-то бетонируется, что-то выводится на переработку. Но это же слои, понимаете, они копятся, как бы, ну, какой смысл? Поставить новое предприятие, поднимается ветер, это все начинает пылить, и это никуда, оно же не, не... И этот проект, который уже в Коломенском районе, в Коломне, он реализован. с 2011 года Коломенский, в Холсимру строительные материалы работает. Вольск-Цемент работает по новой технологии в 2016 году. А как вы публикуете какие-то новостные вещи о вот таких специальных проектах? То есть, с моей точки зрения, поменять землю на территории определенного завода, то есть это же не 100 квадратных метров, да, это же там гектары, фактически, то есть... Ну, гектары, но что-то цементируется под отгрузку, под погрузку, на какой-то территории, на каком-то количестве там квадратных метров, гектаров, стоят производственные площади, да, но те зеленые зоны, которые остались, да, там высажены деревья, там высажена, там поменяна почва, там высажены деревья, там проложены соответствующие коммуникации, это действительно чисто, это, я говорю, вы можете приехать и посмотреть своими глазами, это не сказки. Это прекрасно. Теперь даже вот после этого спрашивать, какие еще у вас есть проекты, я теперь понимаю, что все остальные проекты будут выглядеть совершенно так очень скромно по отношению к тому, что почву поменял. Понимаете, вот вы задали вопрос, пишете ли вы об этом, да, опубликуете ли вы это, вот я вынуждена сказать, наверное, что ну не так все хорошо вот у нас в сообществе, да, потому что, к сожалению, любые средства массовой информации, естественно, я понимаю, что бизнес есть бизнес, как я уже сказала, да, и любое средство массовой информации это тоже бизнес своего рода, и оно должно получать какую-то прибыль. Поэтому любые публикации, как правило, есть, так сказать, вот хотелки получить за это деньги. Мы говорим о том, что, ну, мое личное мнение, понимаете, платить деньги издательству за то, чтобы рассказали, что мы дали деньги музыкальной школе или какому-то спортивному учреждению, или как в городе Коломне, например, мы полностью поменяли в микрорайоне Щурово, мы поменяли дорожное покрытие, ну, мы были, конечно, в этом заинтересованы, был процесс открытия завода, приезжали два президента, России и Швейцарии, и, конечно, мы были заинтересованы, чтобы вместе с властями города, чтобы это было все красиво и достойно, но мы поменяли асфальт, асфальтовое покрытие будете говорить о том, что вы делаете, что другие посмотрят на вас, ну, то есть, что вы... Мы рассказываем, безусловно, мы не держим это в секрете, потому что это открыто, да, это все эти проекты, они все абсолютно прозрачны, и есть отчетность, мы участвуем в различных конференциях по той же, по СССР, да, вот эти вот ежегодные конференции, мы раз в 2011 году, мы даже брали с нашим проектом, мы взяли первое место вот с этим конкурсом проектов, мы взяли первое место в области строительных материалов, и третье место по России, то есть, для нас это был, конечно, шок, потому что, ну, конкурировать с АФК-системой или с Уралсибом, да, которые известны на всю страну, и там колоссальные финансовые возможности, и мы взяли третье место по России именно за конкурс проектов, вот за эту технологию, так сказать, социальной поддержки. Да, у нас есть, мы присутствуем в социальных сетях, да, мы рассказываем о том, что делают наши партнеры по социальным программам, то есть, как бы мы пытаемся рассказывать об этом, но мы стараемся, как бы особо не афишировать, что вот это вот, и вообще слово благотворительность, понимаете, мне кажется, оно такое очень какое-то интимное, если ты хочешь что-то сделать, ну, сделай, и все. Корпоративная социальная ответственность, да, это нечто другое, это вот, как я уже сказала, это три направления, это экология, свои собственные сотрудники и территория присутствия. В этом плане, конечно, да, об этом нужно говорить, об этом нужно рассказывать, и очень здорово, что существует такая передача, как ваша, потому что, ну, она реально, она рассказывает, она как-то заставляет задуматься, что, если ты хочешь жить в хозяинахе, в хороших условиях, надо что-то делать для этого. Да, у нас окончание программы, в окончании хотела бы попросить вас пожелать что-либо вашим коллегам, друзьям, партнерам и фактически нашим телезрителям, которые либо живут рядом с вами, либо там сотрудничают с вашим заводом. Ну, наверное, мне бы хотелось пожелать любви и благополучия, потому что жизнью правит любовь. Если вы любите своих близких, если вы любите своих детей, если вы любите своих родителей, если любят вас, то это здорово, человек счастлив, а в состоянии счастья можно сделать очень много добрых и хороших дел. Поэтому любви, процветания и благополучия. Спасибо вам огромное, Анна. Дорогие друзья, мы заканчиваем нашу программу. С вами была я, Галина Артеменко, а в гостях у нас была Анна Авраменко, глава Департамента по связям с общественностью компании «Холл Семрус». До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова